Владимир электромонтер. Вот уже 6 лет он астматик. Говорит, всему виной работа на улице, в пыли и на морозе. Да и времени пролечиться не было. Нужно было семью кормить. Думал, до пенсии потерпит, а потом найдет работу полегче и жить с астмой будет проще. Тут не знаешь, как бы до своих 60-х доработать. Года уже, здоровья нет, ничего нет, а еще пятилетку добавили. А получается и там не могу, и уйти не могу. Если я подышу холодным влажным воздухом, у меня появляется обострение, прям чувствуется такое. Приходится домой приходить и пользоваться медицинскими таблетками, препаратами. А приступы, жалуется Владимир, происходят все чаще. В большей степени из-за маски, считает мужчина. Слишком сырой воздух. Вдобавок сопутствующие болезни дают о себе знать. Впрочем, от такого недуга в крае страдают полсотни тысяч человек, а в будущем будет еще больше, говорят врачи. Так, по данным Всемирной ассоциации здравоохранения, к 2025 году страдать от астмы будет 50% всего населения планеты. При этом генетическое заболевание долгое время может себя никак не проявлять, и профилактики как таковой от этого недуга нет. Поэтому человек, скажем, с латентной аллергией, то есть у него положительные кожные пробы, находятся специфические ГИА-антитела в сыворотке крови, но у него нет жалоб. И кто-то может прожить всю жизнь. К другим факторам относят гигиенические. Если человек чаще болеет респираторными инфекциями, то вероятность возникновения астмы ниже. Но в то же время вирусы обостряют течение астмы. Однако специалисты обнадеживают. Сейчас нет поводов бояться астмы. Современная терапия довольно эффективна. На сегодняшний день бронхиальная астма замечательно очень лечится. Она настолько изучена. И на сегодняшний день больной, которому подобрана правильной терапия, он абсолютно такой же, как все остальные. По словам экспертов, все алтайские астматики в полной мере обеспечены необходимыми препаратами. Специалисты советуют лишь своевременно, совместно с медиками, корректировать лечение, в зависимости от ухудшения состояния здоровья. Владимир нацелен на это, говорит, устал все время дышать ингалятором. Жить можно, но как с этим жить? Все становится сложнее, конечно. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...